Приветствую, братья и сестры. Знаете, с возрастом, когда мы уже взрослеем и, может быть, даже стареем, я заметил, есть такое у родителей внутреннее состояние, когда мы постоянно переживаем о детях, которые уже определились, которые уже имеют свои семьи, имеют своих детей. Но как-то все равно под сознанием постоянно забота о них, и думаешь, как они устроились, все ли у них нормально, чем они живут, вообще для чего они живут, как они живут. Я думаю, это у всех родителей, которые переживают о поколении, которые после нас есть вот такое внутреннее состояние. Мы заботимся и думаем, чтобы было у них все хорошо. Знаете, духовный отец, апостол Павел, он точно так же переживал о детях своих, о тех церквах, о которых он насадил, где было сказано им слово, где образовались церкви, и он переживал о них. Переживал как духовный отец, как наставник, чтобы у них было все хорошо. И вот мое желание перед нашей молитвой оставить небольшую мысль для того, чтобы помолиться и напомнить нам одно место священного писания, которое пишет апостол Павел в послании своем Колоссянам. В первой главе он пишет такие слова, первая глава, послание Колоссянам, с 9 стиха будем читать и ниже, до 13-го включительно. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, что поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могустиству славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего. Мое желание хотелось остановить на одном стихе. Это 10-й стих, который говорит апостол Павел, когда писал это послание. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Знаете, этот 10-й стих, он выражает причину, почему апостол Павел в стихе 9-м хотел, чтобы колосяне достигли познания воли Божьей. Причину, почему апостол Павел хотел, чтобы колосяне достигали познания воли Божьей, для того, чтобы они жили правильно, для того, чтобы они полностью угождали Богу. Знаете, в греческом языке есть как бы 4 объяснения, которые мы находим вот в этом 10-м стихе и ниже до 12-го. Что значит быть угодным или что значит угодить Богу во всем, живя достойно Богу? Что это значит? Есть вот 4 как бы направления. Первое – это принося плод во всяком деле благом. Быть продуктивным, быть способным приносить то доброе, те плоды, которые должны производить христиане, как дети его. То есть мы должны быть продуктивными в христианском нашем служении, во всей нашей жизни. Это первое. Второе – это постоянно повышая свои знания о Боге, таким образом, чтобы мы знали Бога ближе, чтобы могли его ощущать ближе и лучше. Третье – постоянно утверждаясь и укрепляясь силой Его, могуществом Его, славой Его и таким образом становясь духовно сильнее и сильнее. И четвертое – это как необходимость, чтобы это было нашей привычкой, постоянно благодарить Бога за все. Не только за доброе, но и за худое или за плохое то, что проявляется в жизни нашей. То есть вот четыре направления, которые апостол Павел хотел увидеть в своих детях, в духовных детях, о которых мы только что прочитали. Это первое – приносить плод во всяком деле, быть продуктивным, постоянно повышая свои знания о Боге, становиться ближе к Богу, чувствовать Его присутствие Бога, когда мы знаем о Боге больше. Постоянно утверждаться и укрепляться для того, чтобы быть сильнее, быть тверже в своем направлении. И, естественно, всегда быть благодарным. Быть всегда благодарным за все. Когда мы говорим «за все», это значит быть благодарным и за доброе, и за худое то, что в жизни нашей встречается. Я думаю, что вот в чем была истинная забота и молитва апостола Павла как служителя, как отца, его ожидания как духовного наставника, чтобы та посеянная им истина Божья, она не окаменела и она не засохла. Но чтобы она жила, чтобы возрастала и заполняла все естество христианина, все естество человека духовного, постоянно повышаясь в жизни, чтобы приближаться к Богу, для того, чтобы усовершенствоваться, чтобы познавать Бога и возрастать, возрастать в Боге. Вот была забота апостола Павла, чтобы всякий христианин, который познал и встал на этот путь, он возрастал в познании Бога, возрастать. Расстает вопрос, а кто может и должен возрастать? Я думаю, что, безусловно, это относится только к живому. Расти может только живое. Я знаю, что предшествует росту рождение. И расти может только рожденный свыше человек. Если человек не родился свыше, если человек не принял Христа, если человек не родился от Бога, от Духа, он не может расти. Тогда что значит расти? Что значит возрастать? Возрастать, это значит, если мы говорим о физической нашей жизни, это становиться больше. Возрастать, это становиться сильнее. Возрастать, становиться умнее. Я думаю, какая была бы печаль и трагедия в семье, когда в семье рождается ребенок, а проходит неделя, и проходит месяц, а может проходит год, а он остается таким же маленьким. Он остается таким же, каким родился. Я думаю, там будут переживания, проблемы. В чем дело? Что происходит? Не так кормится? Или, может, если кормится, почему он не растет? Ведь он живой. Почему не происходит этого роста? То есть возрастать, значит, становиться больше, становиться сильнее, становиться умнее. Духовно возрастать, значит, становиться больше, познать больше и ближе Бога, приобрести опыт, стать мудрее, стать совершеннее. Становиться способнее не только знать Писание, не только толковать это Писание, но быть способным и его исполнить. Вот это, я думаю, и есть смысл роста и возрастания. Давайте приведем просто один пример. Возьмем дерево. Вы можете себе представить любое, может, которое вы когда-то садили, может, оно растет рядом с вашим домом, где-то еще. Ну, любое дерево, да? Что интересно, что в Священном Писании Слово Божие часто сравнивает жизнь человека с деревом. И когда мы открываем книгу пророка Иеремии, 17 главу, вот там 7 и 8 стихи очень хорошо характеризуют нам состояние человека и дерева, о котором говорит пророк. То есть мы читаем это Слово Божье. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Вот этот первый стих, он уже говорит о том, что человек посвященный, то, что человек, который надеется на Господа, его жизнь зависит от Господа, да? И упованием его Господь. То есть во всем он все полагает только на него. «Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускает корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, листь его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Интересная характеристика, да? Сравнение с деревом. То есть живое, оно всегда приносит плод, оно всегда растет, оно всегда зеленеет. И дерево растет, ширится, ширится его крона за счет чего? За счет роста ветвей. То есть дерево увеличивается, оно растет. Но заметьте, что увеличивается его корневая система. Не может дерево расти, если корневая система не развивается. Оно просто не может. Оно рано или поздно завалится, если корневой системы нет у дерева. Знаете, духовно расти, оно становится заметнее. Мы скажем, может быть, это не совсем подходящее слово, но тогда, когда человек духовно растет, он становится заметнее. Он становится заметнее окружающим своими плодами жизни, в своем служении. Его замечают. И если человек христианин, и его никто не знает, и если о нем никто не знает там, где он находится, в школе или на работе, или где-то еще в каком-то учреждении, если его не знают и не видят его как христианина, значит, что-то не так. Потому что всякий духовный рост сопровождается тем, что его будут замечать. Его будут просто замечать. Он не может утаиться от того, что он находится в росте. Но и корневая система в духовной жизни, она точно так же должна расти, потому что она должна иметь питание ежечасное, ежедневное. Она углубляется в истину Божию, добывая необходимые соки для того, чтобы содержать вот этот рост ветвей, для того, чтобы увеличивалась эта крона, если мы говорим о дереве. В духовном смысле то же самое. И вот, когда мы читаем Псалом 1, Давид говорит, удивительные слова, что 1 Псалом, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». То есть для него это чуждо, он стоит в стороне от этого всего. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Вот это питание, вот это то питание, которым человек питается в жизни, что его жизнью это Бог, то, о чем и заботился апостол Павел, когда писал Колоссиным свое послание. Его была забота, чтобы та истина, которую он посеял, она не засохла и не закаменела. «Но в законе Господа воля его, Псалом 1 говорит, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Как мне нравится вот эта характеристика в сравнении то, что говорит нам Слово Священное Писание? Господь однажды приводил пример ученикам, и Он сказал притчу. Это Луки 6 глава 48 стиха. Даже возьмем 47 стиха, прочитаем эти два стиха. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему? Когда случится наводнение, и вода нападет на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». Как каждый строитель духовный, как каждое дитё, которое строит свою духовную базу, школу, он берет этот инструмент, наподобие как Христос приводит пример этот, и углубляется, он копает для того, чтобы достать до твердого основания, до камня, до скалы, и на этом основании строит. Чтобы тогда, когда пришли беда, тогда, когда придёт засуха, вот то дерево, которое у потока вод, которое питается от этой влаги, оно постоянно приносит плод, оно не перестаёт переносить плод, и его лист не перестаёт засыхать, оно остаётся зелёным, то есть имеется живительная влага, которая даётся для того, чтобы продолжать расти, чтобы его видели люди, и приносить этим, таким образом, плод духовный. Вот почему апостол Павел, когда переживал о тех церквах, за которые насадил, где была провозглашена истина Божия, где люди приняли его, его были переживания, как отца духовного. И он говорит, вот то, что мы прочитали, 10 стих, в послании к Каласинам, чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Пусть Господь благословит нас размышлять вот об этих мыслях, и чтобы наша жизнь, она возрастала в Боге, потому что, если мы живые, то мы должны расти. Пусть Господь поможет нам в этом размышлять, а ему слава за всё, аминь. Помолимся.